Всем привет! У меня сегодня по плану видеоблог и сегодня я вам расскажу, подытожу весь опыт работы учителем во Вьетнаме, как это быть учителем во Вьетнаме. И немного покажу город, если погода позволит. Ну, продолжу показывать. Погода позволяет редко, но не важно. В общем, поехали! Итак, сразу расскажу, где я нахожусь. Это парк, он такой новый и на гугл-картах до сих пор написано, что это гольф-клуб. Видимо, тут был гольф-клуб. И он такой, людей тут очень мало. И сейчас самый главный прикол я вам покажу с этого парка. Вот, светофоры, рабочие светофоры. Тут нет никакого движения, смотрите. Вообще, ну, иногда ездят какие-то байки. Там вообще он перекрыто. Но, тем не менее, пешеходный переход, вот рабочие светофоры. И, естественно, красный. Всем насрать, все едут на красный. Во Вьетнаме и так не сильно заморачиваются с этими светофорами. То есть, когда не сильно загружен перекресток. А, нормально, на красный. Даже когда прям и загружен перекресток, иногда кто-нибудь на красный пофигу. А тут так тем более. Нафига они тут поднастроили? Непонятно. Вот, в центре вот такой вот голубь мира. Ну, симпатичненько выглядит. Итак, погнали рассказывать про преподавание. Меня часто спрашивают про работу тут, как найти работу и все такое. Поэтому я сейчас постараюсь все объединить в одном видео, в одном месте. Итак, как вы помните, мне сложно дались поиски работы. Ой, какой газончик классный. Красота. Потому что я приехал в очень-очень-очень неподходящее время. Самое худшее время это вот, когда я приехал. Поэтому у меня поиски работы заняли больше месяца. Возможно ли приехать и найти работу за день? Наверное, да. Возможно. Возможно ли приехать и трехмесячную визу тут отбыть и не найти работу вообще? Наверное, возможно. Все зависит от вас. Как и везде. Ваша настойчивость, ваше упорство, ваше желание. Ну и такие мелочи, как ваш уровень английского, наличие сертификатов и все такое. Больше всего работы вокруг Ханоя. Вот 300 километров, наверное, радиус. Из этих городов мне прям потом очень много приходило приглашений. И зарплата там хорошая. Но я был уже далековато, и мне не хотелось туда ехать. О, блин. Рыбки. Красота. Я тут даже не ходил никогда. Сначала я хотел работу найти в садике, потому что думал, что моего уровня недостаточно, чтобы преподавать в хороших школах. Я сомневался в своем уровне. Но сейчас я рад, что я не впрягся в садик какой-то, потому что я больше получаю удовольствие, работая именно с детьми, с такими, ну, на хорошем уровне, с которыми можно поговорить. А не так, что ты, как им, воспитатель в садике. Тут уровень преподавания повыше, чем в Китае. Ну, в среднем, в среднем, если брать. И это мне нравится. Еще хочется сказать, что преподавать одному намного проще, чем с кем-то, как, например, у меня был первый демо-урок в другом городе. Я преподавал с вьетнамской учительницей, и мне сказали, что я буду помогать. И, как бы, я всегда надеялся на нее. А теперь, когда я приехал сюда, и мне сказали, вот, у тебя демо-урок, ты будешь преподавать. И я надеялся только на себя, и я погнал, и все у меня прошло просто отлично. А не оглядывался, что там вьетнамская учительница, что сейчас делать, и что так, чтобы ничего там не нарушить, как тут принято или не принято, не знаю. А просто взял тогда в свои руки уже, и сразу так, уверенности, вот так вот, очень много. Теперь же про само преподавание. Мне очень нравятся учебники, по которым тут преподают. Они интересные, они не скучные, не то, что мы учили в школе. Но проблема в том, что для них это все далеко, то, что мы изучаем. Мне нравится там география, типа такое, ну, не то, что география, ну, про разные страны. Вот там, про Канаду, что-нибудь интересное. Я вообще любитель географии. У них география вообще просто на ужасном уровне. Об этом поговорим позже. Или там какие-то шоу, какие-то сериалы. Даже для нас там, ну, немногие знают, что такое Стар Трек, например, да. Немногие ориентируются. А там вот, например, у меня, ну, в учебнике мы изучаем Стар Трек. И там, как бы, этот, мануал, мануал, да, для учителя. И там спросите, какие у них любимые герои Стар Трека, например. Ну, как говорю, даже у нас не особо шарят. Во Вьетнаме и вообще никто и близко даже и не слышал. Что говорить, если даже Фрэнс сериал, да, ситком известный, самый, наверное, известный ситком всех времен и народов, никто не знает. Вот, я спрашивал всем вьетнамцам, показывал картинку, никто не знал. Причем, что даже вот в Лаосе, там, в Камбодже бывает, да, он тоже популярен. Поэтому мне эти книжки интереснее, чем им. И вот, да, насчет географии. Я был уверен, что тут они считают, что, о, Европа, это что-то такое классное. Потому что, ну, вот как мы белые, тут, типа, привилегированная каста, да, к нам относятся как к чему-то, о. Я думал, к Европе такое же отношение. Все хотят поехать в Европу, им очень интересно. Нет, вообще, я иногда устраиваю разминки в начале урока, и там, назови 5 фруктов, назови 5 овощей, 5 цветов, 5, там, еще чего-то. Назови 5 стран в Европе. И все, это Англия, Франция, все. Про то, чтобы объяснить, в чем разница между Англией и Юкей, да, объединенным королевством, это вообще почти нереально. И ладно бы один человек, потом мы начинаем всем классом. И вот класс 20 человек, и давайте назовем хотя бы всем классом 5 стран в Европе. Все, Англия, Франция, дальше, дальше ступор у всех. И начинается там, ааа, ммм, Америка. Америка, в смысле Соединенные Штаты, они как бы в Америке, да? Это, ааа, Австралия, е-мое. И кое-как усилиями всего класса, кое-как добиваем до 5. Италию они называют, Испанию, Германию иногда. И всегда у каждой группы я спрашивал, а вы хотели бы путешествовать, куда бы вы хотели поехать? Кстати, очень удивительно, что, наверное, меньше половины людей говорят, что они хотели бы путешествовать. И часто же такие темы поднимаем на уроках, как путешествия, там, кругосветные путешествия, все такое. И вот у нас бы, я не представляю, чтобы сказать, спросить учеников в классе, либо так где угодно в Европе, чтобы не все сказали, да, это было бы сложно представить, да, потому что по-любому. Хочешь путешествовать? Конечно. Конечно, большинство людей. Тут же, наверное, 50 на 50. Мне кажется, даже большая часть говорит, нет, мне бы не хотелось путешествовать. Как это, блин, возможно? Ладно, у тех, кто хочет путешествовать, я спрашиваю, куда бы ты хотел поехать? Я что же думал изначально, что все в Европу? Нет! За все, за все классы, все группы, все разы, что я спрашивал, раза три, наверное, назвали Францию, пару раз Англию, по-моему, два раза была Испания, два раза Италия и все. А, один раз была Швейцария, я очень удивился, что они вообще знают такую страну. Все, США, да, частенько, может быть, раз 10 даже упоминали. Самые популярные destination, направления для них это Япония и Корея. Как у нас принято считать в Европе, что вот там Франция, Германия, там Нидерланды, ну там даже Британия, да, это как бы центр цивилизации. Это все хотят туда поехать, и это что-то такое, ух, прям, ну, центр цивилизации, да, именно так. Для них этим центром цивилизации являются Япония и Корея. Они слушают корейскую музыку, кей-поп, смотрят корейские сериалы, Япония тоже, японская еда для них, прям, вот что-то такое. Для меня это было немного удивительно, но, в принципе, ну да, это же Азия, и для них вот ориентир, это, наверное, вот эти вот страны. Следующая тема, которую интересно было бы обсудить, это разница в зарплатах между иностранными преподавателями и местными. Но везде так в Азии, конечно, да, все мы знаем, ты можешь получать хорошие деньги просто за то, что ты белый. Это странно, это удивительно, это как-то неудобно даже, как бы, когда местные преподаватели с образованием, с опытом, работают по многу часов и получают только, блин, какую-то малую часть сравнительно с твоей зарплатой. И ты можешь приехать без всякого образования, без всякого опыта, просто быть белым и получать хорошую зарплату. Это все, как бы, кажется несправедливым. Но тут я осознал одну очень важную штуку. Ну, во-первых, как говорят, почему школы предпочитают нанимать именно иностранцев, потому что дети их больше уважают, больше слушаются. Более элитно, конечно же, это, особенно для родителей, которые, о, там преподают белые, значит, это что-то серьезная школа. Как многие считают, что для всех белых английский язык это родной язык. Особенно в Китае это вот прям, прям повально все думают. Как-то ехал автостопом, и чувак мне в переводчике переводит, и написано на английском. Это твой мандарин? Я такой, что? Что? Че? Как? Что ты имеешь в виду? Потом только у меня где-то через час дошло. Ну, мандарин, кто не знает, это главный диалект Китая. То есть они разговаривают на разных диалектах, очень много диалектов, но общий мандарин. И обычно все знают, то есть все китайцы могут общаться на мандарине. И тогда я понял, что они считают английский, это как бы наш общий язык, лингуа франка для всех белых. И я такой тогда, а, вот что он имел в виду. Во Вьетнаме, конечно, не все так плохо, но тем не менее, не очень-то они далеко ушли в своих представлениях об английском и о иностранцах. Это, во-первых. Во-вторых, когда слышишь акцент этих учителей и акцент студентов по этому, ты понимаешь, что да, лучше уже я буду преподавать, чем они. Я не скажу, что у меня офигенное произношение, конечно, нет, далеко нет, но то, как они учат произношение, я просто слышу, как вьетнамская учительница отрабатывает с детьми произношение. Я просто не могу там находиться, у меня просто уши кровоточат. Мне хочется взять и фейсом аптейбл просто за вот такое, за то, что учат детей именно так произносить слова. И мои студенты, когда общаются друг с другом на английском, они друг друга часто понимают, я нет, потому что у них вот это вот произношение, у них звуки другие. Например, сочетание TR, как train, training, stress, что-то такое. У них просто во вьетнамском TR, это сочетание CH, ча, чай, ня, чан, и они всегда говорят, они chain, chaining, stress. Ну не настолько, но все-таки. Очень часто глотают окончание слов, это просто вообще, потому что во вьетнамском все слова имеют один слог. Даже если это слово состоит из двух слогол, оно пишется как два отдельных слова. Поэтому у них просто там улетают куда-то окончания, когда спрашиваешь у них там возраст, и они говорят, I'm five years old. Сейчас я уже начал понимать то, что они говорят, уже привык к этому вьетнамскому акценту. И в этом действительно вот польза иностранных учителей. Иногда смотришь, некоторые дети прям очень умные, они прям большой словарный запас, все понимают, много знают. Но произношение, я ни хрена не понимаю, что они говорят, вот ни хрена. Я переспрашиваю по пять раз. С и Ш звуки тоже у них одинаковые. А девчонка, у которой я вписывался еще раньше, она вот не слышит разницу между кислый, sour, и душ, shower. То есть для них что С, что Ш. И вот несколько раз повторял, она говорит, ну я не слышу разницы. Я просто не слышу разницы. Хотя она говорит на очень приличном английском. Есть группа, они изучают английский уже восемь лет в этой школе. То есть не просто в школе, в своей, а вот именно в языковом центре. Восемь лет они учатся. Я столько английский не учил, даже если взять в расчет все мои вот три года путешествия, и путешествия до этого, взять это как практику английского, я столько не изучал. Но тем не менее у меня английский, я знаю английский лучше. Нам, конечно, намного проще учиться, чем им. Я уже об этом рассказывал в одном из прошлых видео. Я прекрасно понимаю, как им тяжело, потому что я во вьетнамском вообще ноль. После девяти месяцев во Вьетнаме я вообще ничего не научился, поэтому они молодцы, они реально молодцы, они намного выше меня. Мне, например, нереально даже произносить их имена и расслышать их на слух, потому что, да, когда там принимают тесты, они говорят свое имя, я прошу его произнести по буквам, потому что так вообще нереально. У меня сейчас две группы свои, было три, ну, чуть позже расскажу, наверное. Я дал им английские имена, всем своим, потому что это просто нереально. Не из-за того, что сложно запомнить, из-за того, что какие-то длинные имена, наоборот, они очень-очень короткие, как я говорил, все состоят из одного слога, и просто это невозможно запомнить, потому что там, лам, фон, какие-то, ну, они ничем не ассоциируются, и произношение, опять же, то, что я произнес, это и близко не похоже. Поэтому я им дал английские имена, некоторые сами себе выбрали, у некоторых уже были, некоторым я назначил, некоторые там просто мы с ними выбрали, давай ты будешь там Джон. О, да, давай, Джон мне нравится. Я такой, ага, Джон, Стивен, Кевин, Джим, все понятно. Да, у меня сейчас две свои группы, но это как бы дополнительные занятия идут, потому что так меня вообще тасуют, чередуют, обычно вьетнамские учителя ведут эти группы, но иногда прихожу я, и как бы для разнообразия. Мне сейчас намного больше нравится именно преподавать таких уже на неплохом уровне. С детьми самыми маленькими хорошо, потому что они ничего не знают, и ты не боишься там опозориться, да. Поначалу мне было стрёмно именно преподавать такие более высокий уровень. Я когда-то говорил, что там тяжелую тему мы проходили, reported speech, но потом мы проходили все намного сложнее и нормально. Во-первых, мне намного проще уже стало готовиться, потому что раньше... Во-первых, учебники, у нас только три вида учебников, и они отличаются по уровню. То есть, когда ты разобрался, как работает этот учебник, какие там экссайзы эти, упражнения, какие слова они используют, то есть оно там ничего особо не меняется. Темы меняются, но структура ясна, структура понятна. Раньше я к урокам готовился в столько же времени, сколько я и проводил этих уроков. То есть, два часа урок, я к нему два часа готовился. Сейчас намного меньше, полчаса хватает с головой. Да, во-вторых, я много чего выучил. Раньше я не знал, в принципе, говорить мог, а как оно называется, как объяснить эти правила и в чем разница, я вообще не шарил. А сейчас я это все уже подучил, и, то есть, нормально, вообще без проблем. Бывают иногда заняты, там остается чуть-чуть времени, я такой, блин, там 15 минут на подготовку, нормально, успел. Бывают и такое. Хотя, вот мне приснился, ну, в самом начале еще преподавания, не в самом, ну, где-то так, после полутора месяцев, наверное. Мне приснилось, что я не успел подготовиться, что-то там забегался, приезжаю на урок, прилетаю и думаю, на ходу уже что-нибудь там соображу, нормально. Я забегаю в кабинет, такой, открываю, смотрю листок, что мы сегодня изучаем, я такой, блин, а там у нас урок турецкого сегодня. И я думаю, такой, вот я мудак, не подготовился вообще. Причем я же в турецком, ну, более-менее шарю, мне бы там хотя бы полчаса на подготовку, я бы провел как урок. А так я пришел и не знаю, что делать. И вот это вот был у меня такой страшный сон. Но в жизни такого не было, даже если не успеваю, там, конечно, есть какое-то время на подготовку. Тем более, часто попадается такое, что я уже проходил с какими-то другими группами и сейчас прохожу по новой. И, то есть, вообще готовиться почти не надо, так освежил в памяти по-быстрому и все. С одной стороны, это прикольно, с другой стороны, это уже немного скучновато. То есть, ты это проходил и уже нет энтузиазма такого. И вот поэтому я осознал, что старые учителя в школах, которые там, вот, уже работают по 50-60 лет. С одной стороны, это, конечно, круто, опыт. А с другой стороны, ну, как в себе каждый год находить силы на одно и то же. Ну, то есть, уже не будет такого энтузиазма. И поэтому ученики засыпают на уроках. Профессионализм это хорошо, но и должен быть интерес какой-то. Поэтому, наверное, это не очень хорошая вещь, когда старые учителя уже такие. Конечно, по-любому есть исключения, но мое мнение вот такое. Да, есть еще у меня такие две группы, иногда мне их ставят, когда они идут одни за другой, одна за другой. И у них одна и та же программа, один и тот же возраст. И вот тоже интересная штука, которую я осознал уже тут. Я раньше как-то об этом не задумывался. То, что твой уровень образования зависит от того, с кем ты учишься. Когда вокруг тебя дурачки, и ты тоже становишься дурачком. Когда все на хорошем уровне, и ты как бы пытаешься соревноваться и держаться на одном уровне, то и у тебя уровень будет выше. И у меня вот эти вот две группы идут одна за другой. И первая, ну, просто приходишь, и у них один и тот же возраст, одна и та же программа. Ну, первая группа просто вот... А вторая умненькие, молодцы. Вообще, как говорят у учителей, всегда есть какие-то любимчики. По-моему, это все фигня, у меня вообще нет никаких любимчиков. У меня есть любимые группы. Да, любимых учеников нет вообще. И очень классно работать с группой, когда именно все на одном уровне. Когда там кто-то вот так вот, а кто-то вот так вот, вообще очень тяжело с ними работать. А когда вся группа вместе работает, это просто очень приятно с ними работать. Вот, теперь вернемся к тому, что, как я говорил, у меня две свои группы. Раньше было три. И вот одна, которая третья была, которой уже сейчас нет, там была как раз очень большая разница в уровне. Там были постарше студенты, которые там, ну, 30 лет, и вот где-то так, и молодые студенты, лет по 12. И разница между теми, которые младше, которые и так учатся у нас в школе, ходили вот ко мне на уроке еще как... Communication. Они все понимают, все схватывают. Те, которые постарше, у них намного ниже уровень. И очень тяжело с ними работать одновременно. Ну, прям невозможно. Этим объяснил, эти все поняли. Этим объяснил еще два раза, они до сих пор не поняли. Эти уже заскучали, либо проскочил, эти не поняли. И поэтому эта группа как-то у меня рассосалась. Потом остатки объединились с моей другой группой Communication. И вот теперь у меня одна группа вот такого общения, и другая группа детей мелких. Так, ну все, погода портится, ветер, надо куда-то уезжать. Снова на улице пошел дождь, и я ничего не придумал лучше, как приехать домой. Насчет графика. Поначалу так казалось, что не знали, куда меня приткнуть. То меня там в садик отправят, то еще вот так. Ну, тут час проведи, два часа урок, но час проведи ты, и час вьетнамский учитель. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть меня притыкали, чтобы эти 100 часов обещанные мне предоставить. Сейчас же уже происходит наоборот. Сейчас меня прям вставляют везде, с самого начала месяца. Тесты принимать. Я преподаю уже английский для международного общения для работников банков. Блин! Там студентам по 45 лет и выше. Они на приличном английском разговаривают, работают в банках, и я вот это вот им преподаю. Я был в шоке. И теперь обратное явление. Полмесяца проходит, и у меня уже там раз 60 с чем-то часов я уже преподал. То есть осталось там 30 с чем-то еще на полмесяца. И начинают урезать мои группы, отменяют занятия, там, где я обычно преподаю, тоже урезают. Там уже так, чтобы мне больше не преподавать. График стал поудобнее немного, потому что раньше, когда в садике, казалось бы, с 3 часов начинаются занятия. Ну, ты просыпаешься там часов в 9, не спеша позавтракал, там, ютубчик посмотрел, кофе попил. Вот туда-сюда нужно уже обедать, потому что после 12 уже попробуй найти, где пообедать. Это, да, вьетнамская такая фишка. В полвторого, в полтретьего мне уже нужно быть готовым, чтобы ехать в этот садик. То есть потом приезжаешь, 2 часа там в садике, возвращаешься, и у тебя 2 часа остается до следующих уроков. То есть тоже поужинал там. И, ну, так по чуть-чуть, получается, 3 отрезка свободного времени, которые, ну, так по чуть-чуть, по часу, по полтора. Вроде бы и немного работаешь, но в то же время как-то оно все разбросано и не очень. А теперь сейчас у меня суббота, воскресенье полностью. День занят с самого утра до самого вечера, а в другие дни я обычно работаю вечером. Иногда бывает днем и вечером. И то есть целый день обычно свободен. Сейчас последний месяц у меня даже 2 выходных. То был 1 выходной и очень неудобно было, потому что пятница выходной. В четверг я работаю до полдевятого вечера, а в субботу мне уже в полвосьмого нужно утром выходить на работу. То есть у меня только пятница, даже без вечера четверга, без утра субботы. То есть никуда не выйдешь за город. А сейчас вот уже 3 недели, у меня 2 выходных подряд, уже как-то поудобнее. Учитывая то, что на подготовку уходит уже совершенно немного времени, но, конечно, все равно тоже это занимает время, это подготовиться, там, проверить ответы на задания, там, произношение проверить, британское, американское. Я всегда стараюсь объяснить, потому что иногда дети бывают, ну, как это сказать, confused, сбитые с толку. Потому что в песнях они слышат там в американских по одному, или там в каких-нибудь видео, еще где-нибудь, а в британском это по-другому. То есть я не хочу их учить, что, как некоторые вьетнамские учителя это делают, что вот так вот правильно, а так вот неправильно. То есть многие даже не знают о существовании того, что в английском, американском английском, вот так вот это слово произносится, либо пишется. Вот поэтому я стараюсь, хотя мы учим как бы британский английский, но все равно я им говорю, что вот можно так, можно так, но мы учим британский, поэтому вот давайте придерживаться вот этого. Но это тоже как бы правильно и допустимо. И в этом тоже преимущество иностранного преподавателя, который знает английский не из учебников, а из жизни. И я могу рассказать истории, поэтому вот мне, да, мне нравится больше преподавать у старших, которые все понимают, которым рассказываешь там какие-нибудь истории из жизни, особенно про приколы какие-то между, да, между разными акцентами, либо еще что-то, да, что угодно, можно столько всего рассказать. И, кстати, такая фишка в путешествии, кто путешествовал, тот меня прекрасно понимает. Ты чем больше путешествуешь, тем больше понимаешь, какие мы все разные, и в то же время ты понимаешь, какие мы все одинаковые. Это сложно объяснить, наверное, кто не путешествовал, тот, наверное, не знает. Как обычно бывает, вроде бы вот в такой же ситуации у нас совершенно по-другому там работает мозг, а у них по-другому. Но иногда ты удивляешься, как мы смеемся над одними и теми же шутками, как нас там удивляют одни и те же ситуации, словно нет этой разницы огромной географической, исторической и всего этого. То есть понимаешь, что такие же точно люди. Некоторые студенты есть с отличным чувством юмора, но есть такой чувак, у него, я не знаю, отличное, не отличное, он мне очень напоминает меня в молодости. У него, наверное, такое же тупое чувство юмора, как у меня. Мы изучали диалоги в магазине, и я там распечатал им диалог, который образец, и оставил 10 строчек, типа, составьте свой какой-нибудь короткий диалог, вот эти 10 строчек заполните. И этот чувак, с другим, у которого тоже с юмором как бы нормально, они сделали так. Здравствуйте, где у вас футболки? Там, где, там, где, там, где, там, где, там. А, вижу, спасибо. То есть, как человек, я таким же студентом был, я проорал прям в душе очень сильно. Мне очень понравился этот юмор, эта шутка. Но как преподаватель я сказал, ну что вы, ну не серьезно же это. Это, конечно, оценил, но давайте по-нормальному сделайте. У меня в восьмом классе тоже была прикольная ситуация. Мы писали аудирование, и я до сих пор помню эту фразу вот дословно. То есть, нужно было там перевести что-то типа, ребята, где вы это нашли? А я написал, причем у меня с английском было нормально все в школе, всегда. Я написал вместо этого, чуваки, где вы эту хрень надыбали? Это вот дословно до сих пор помню в восьмом классе было. И была учительница с другой школы, такая пожилая, и она мне поставила один колл. Я говорю, ну как же, ну вот одно предложение, да, неправильно, но остальные это правильно. Как же так, единицу? Единица это когда ты вообще ничего не делал. А тут крепкая четверка должна быть. Да ты, да вообще, да как тебя земля носит, ну что-то вот в таком плане. Правда, на следующий урок я уже вел себя прилично, поднимал руку, отвечал, и она уже забыла, что это был я на предыдущем уроке, совершенно меня забыла. Сказала, ой, какой умный, какой умный ученик, такой хороший мальчик. Так что тоже юмор у меня такой специфический. И снова дождик припустил. И еще один прикол. Расскажу вот это как раз в разнице менталитетов. Там было задание, картинки, типа собачка там, что-то лед, змея, гитара и задание, типа это звучит громко, это на ощупь там холодное, ну то есть feels, tastes, sounds. Это на вкус там какое-то, то есть нужно было это все расставить. Но это же Вьетнам, то есть должно было бы что-то собака выглядеть cute, да, милой. Змея на ощупь холодная, по-моему, что-то так. Торт на вкус delicious. Но у них все, у них все абсолютно, и змея, и собака. Это же Вьетнам, еще раз напоминаю. Змея, собака, тортик, еще что-то. У них все вкусно. У них все tastes delicious. То есть все на вкус вкусно. По-русски звучит немного по-дебильному. Только гитара у них звучит громко, она не съедобная. Остальное, блин, все съедобное. Я тоже проржал с этого, но как бы с их точки зрения все правильно. И да, теперь я принимаю тесты. Сначала для меня это было вообще дико. Как это, кого-то оценивать? Я вообще не привык кому-то оценки ставить. Ну что это такое? Ну я не могу. Как так? Тем более я не знаю, что у них здесь хорошо, а что плохо. И поэтому первая группа, это была одна из моих любимых групп, очень умные студенты. Я понаставил в хороших оценках. И мне потом сказали, о, они никогда такие хорошие оценки не получали, там что везде пятерки. Но они реально, они хорошие, они молодцы. А как мне сказали, то есть там за акцент снижается оценка, еще там за ошибки снижаются. Ну да, в принципе, за акцент можно было всем снизить на бал. Как-то так. Ну блин, откуда я знал, что у них считается хорошо, что не очень. А теперь мне уже нравится принимать тесты. То есть на уроках ты там бегаешь так, вы тихо, вы учитесь, ты давай это делай. То есть ты уже, ты что-то постоянно их заставляешь делать, контролируешь. А на тесте ты уже такой, я тут босс. Давай, теперь вам это нужно. И ничего, нормально, интересно. Ну все, слишком много я снова наговорил и снова не успела рассказать про свой дом, про каусерфинг. Слишком много всего, поэтому будет еще один выпуск. И как итог, хочу сказать, что все намного проще, чем я думал, потому что я не представлял себя в роли учителя. Тем более английского. Я бы не знал бы, как преподавать там даже украинский или русский. Просто преподавание само по себе. Мне как-то, я никогда не представлял себя. Но все оказалось очень просто, очень легко. Но с другой стороны, я не думаю, что я буду скучать за этим преподаванием. Не думаю, что буду скучать за своими студентами. Вот, как-то так. Поэтому все, слишком много я снова наговорил. Пишите лайки, ставьте комментарии. Увидимся в следующем видеоблоге. Я вам расскажу еще что-нибудь. И это уже будет, ну точно, уже точно последний видеоблог из Фонтьета. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok